Трагическое событие пожар в здании на Тройске, где располагался экономико-правовой колледж и институт морской биологии, объединило всех. Городские службы оказывают всестороннюю помощь пострадавшим. Работники городских коммунальных предприятий уже двое суток помогают ликвидировать последствия пожара. Задействована и спецтехника города, вышки, водовозы. Мы сегодня не делим на кто владеет зданием, кто работает и кто отвечает за него. Сегодня нам необходимо в кратчайшие сроки, как я уже сказал, навести порядок и разобраться в ситуации. Самое главное – оказать помощь. Что мы сегодня и делаем. Готовность оказать свою помощь выразили народные депутаты Украины прошлого созыва. Так Сергей Кивалов предложил студентам сгоревшего колледжа продолжить учебный процесс на базе Юракадемии и Международного гуманитарного университета. А преподавателям обещал предоставить рабочие места. Мы готовы всех 500 человек взять для того, чтобы они продолжили себе учебу. Почему я говорю всех? Потому что то здание, которое сегодня, в котором произошла эта трагедия, она, ну, я думаю, в лучшем случае, если я отремонтирую, если будут ремонтировать, то это нужно 4-5 лет. Мы готовы им представить, представить им помещение, которое отапливается, там, где и наши студенты, в таких же условиях. И по такой же форме обучения. Если это бюджетная форма обучения, естественно, что мы возьмем их на бюджетную форму обучения. Также Сергей Кивалов озвучил свое предложение министру образования и науки Анне Новосад.